здравствуйте дорогие друзья с вами юрий орешников профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре сегодня я буду делать видео обзор гитары фабрики кремона болгарского производителя музыкальных инструментов это модель rondo soloist r65s верхняя дека здесь из европейской ели массивная нижняя дека обечайка у нас из ламината ореха орех он не так часто используется в производстве как красное дерево или палисандр но тем не менее по своим акустическим свойствам это достаточно хорошая порода дерева стоит этот инструмент классом чуть чуть повыше чем красное дерево то есть чуть чуть дороже накладка здесь из палисандра палисандр не так сильно сохнет если для кого-то критично и он не хочет использовать увлажнитель то пожалуй что накладка из палисандра она лучше себя будет вести чем накладка из черного дерева механика здесь студенческая то есть никаких наворотов такая обычная механика принципе достаточно плавный ход то есть инструмент настраивается что еще нужно это достаточно бюджетная серия тем не менее у нас здесь уже массивная верхняя дека а это значит что звук будет гораздо глубже давайте послушаем как звучит инструмент а а а а а басок достаточно глубокий в принципе длинный теперь верхний голос немножко так Да, теперь как раз можно послушать флажелеты. Гитарка немножко расстраивается, потому что, естественно, у нас тесты все происходят в реальном времени, флажелеты. В принципе, достаточно отчетливый звук, то есть примесей особых я не слышу, каких-то резонансов избыточных тоже особо не слышу. Если говорить про расположение струн, то они, в принципе, достаточно комфортные, и любой может продавить здесь баррель, гитарка достаточно мягкая. Так, теперь немножко тембрального, да, тембральных красок посмотрим. Ординарио, Сульпантичеллио и Сультасту сейчас отслушаем. Здесь стоит отметить еще, мы, когда записываем тесты, целенаправленно не добавляем никаких там хоулов, не делаем такую серьезную обработку, которую бы делали для студийной записи. То есть мы здесь немножко динамической обработки даем инструменту, и все. И все пресеты, которые, вот, вы можете посмотреть еще, обзоры у нас на канале, они все сохранены с одинаковыми настройками. То есть все гитары у нас с одинаковыми настройками записываются. Это очень важно. Немножко на плотном звуке, да, Испанию, например. То есть такой очень яркий, в принципе, броский звук. Здесь по умолчанию стоит нейлон всегда, поэтому если поставить карбон, наверное, еще появится немножко плотности на верхних частотах, потому что... Хотя, в принципе, ну вот первую струну... И она еще под вытянется, если поставить карбон. Можно послушать еще длину звука, да. То есть, в принципе, обертоника очень хорошо работает. Вообще, про обертоны стоит, наверное, отдельный какой-то видеообзор сделать. Дело в том, что в одной из... В один из моментов у меня была ученица, которая говорила, что вот, гитара резонирует, и это очень плохо. Мне не нравится. Но на самом деле у каждой гитары, у хорошего инструмента, да, у него должны быть обертоны, должны струны заводиться по обертонике, иначе как наполнение будет аккордов, да, и вообще, в принципе, мелодических линий. Потому что вот мы берем ля... И, соответственно, слышим, как звук, да, начинает вибрировать другая струна и дает вот эту более серьезную плотность звуку. Да, вот тоже. Ми. Ми. Так, вообще, несколько струн заводится, потому что есть вот эти вот, например, флажелет, да. Вот он и гудит. Это очень хорошо для инструмента, и, на самом деле, важно, чтобы этих обертонов было как можно больше. Поэтому, если вы вдруг услышите, что гитара гудит, ну, она должна, конечно, правильно гудеть, но, в принципе, вот эти обертоны, они должны работать в инструменте. Здесь они есть. Вообще, в принципе, достаточно хорошая гитара, если, вот, как бы, резюмировать то, что мы играли, потому что, в принципе, инструмент управляемый динамически. То есть, мы, в принципе, можем с ним достаточно много всего сделать. Если, вот, есть вот эта динамическая управляемость. Потому что, если мы рассматриваем, там, например, полностью ламинатные инструменты, у них, конечно, не будет такой отзывчивости динамической. То есть, там очень узкое это расстояние между пиано и форта, да. Вот, поэтому, в принципе, вы можете рассматривать этот инструмент к покупке. Проверяйте только, хорошо ли этот инструмент хранился. Ну, как правило, в магазине. Спасибо компании LUTNER за предоставление этой гитары для теста. Подписывайтесь на канал и смотрите интересные видео. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok